В редакцию 12 канала массово обращаются родители детей, которые были вынуждены контактировать с заболевшими ротовирусом. Как выяснилось, инфекция распространилась сразу по нескольким детским садам города, причем расположенных в разных частях Омска. Сообщения о заболевших приходят с Левобережья, из Чкаловска, из Московки. 183-й детсад расположен на Лукашевича. По данным родителей, 9 декабря закроют на обработку. Здесь тоже несколько случаев заболевания. Причем общаться с журналистами мамы и папы готовы только письменно. Говорят, боятся репрессий со стороны администрации детсадов. Мол, встретившись с журналистами, родители могут навредить своим детям. И вот некоторые фрагменты их сообщений. В саду разговоры о кишечке ведутся довольно давно. Первыми заболевшими стали ясельки. Мы вызывали врача 1 декабря, и врач нам сказала, что только сегодня, то есть 1 декабря, на планерке было объявлено, что инфекция массово. Говорили про сады 122, 341 и 183. Наша заведующая сказала, что надо ждать ответа из департамента. И только на 9 декабря нашему саду была назначена обработка. Многие родители неоднократно обращались к руководству сада о принятии мер. Но даже карантина в группах не было. Только с этого понедельника закрыли дополнительно еще несколько групп на карантин. За неделю была свидетелем, как детям становится плохо, рвота. Наша группа в 183 саду закрыта на карантин. Это инфекция в 4, 7, 8 и 11 группах точно. В нашей 7 группе у мальчика выявили норовирус. Я решила ребенка своего не водить, так как боюсь. Мы уже семьей однократно переболели, все 4 человека. Говорят, что в саду все обрабатывают и проветривают, но, видимо, это бесполезно. У нас тоже в 222 саду также детей рвало. Есть те, кто в больнице лежит, а садик продолжает работать. Управление Роспотребнадзора тем временем подтвердили случай заболевания острой кишечной инфекцией в детском саду номер 337. Как сообщили в ведомстве, за всеми детьми, которые контактировали с заболевшими, сейчас наблюдают врачи. Инцидентом также заинтересовались в Следственном комитете. Следователи сейчас проводят проверку. Мы следим за развитием событий.